В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте в эфире новости. Я и мои коллеги в ближайшие 20 минут расскажем вам о главных событиях этого дня. Строительство нового корпуса Ненецкой окружной больницы и качество воды в Лабожском. Эти и другие вопросы обсудили на совещании губернатора. С пробуждением из зимней спячки вышел любимец Нарин Марцев Медведь. Косолапый обитатель Ненецкого заповедника уже готовится к приему гостей. О спорт и жизнь. В нашем эфире расскажем о учителе физкультуры, который уже несколько десятилетий прививает жителям села любовь к здоровому образу жизни. Строительство нового корпуса Ненецкой окружной больницы, качество воды в Лабожском и эпидемиологическая ситуация в регионе. Эти темы стали основными в ходе еженедельного оперативного совещания при главе региона. Далее все подробности. Открывая оперативное совещание, глава региона Юрий Бездудный сообщил об итогах встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Губернатор подчеркнул, что в ходе разговора со спикером Верхней Палаты Российского парламента он рассказал о необходимости строительства нового корпуса Ненецкой окружной больницы. Валентина Ивановна сказала, что поддерживает этот проект и всячески будет нам помогать в его реализации. Для нас он очень важный, потому что без этой перестройки мы не можем поставить МРТ и, соответственно, должным образом диагностировать заболевания, особенно онкологические. Проект важный, будем двигать. Я даю поручение Павлу Александровичу держать его на особом контроле, Елене Степановне. Мы получили уже положительное заключение Минздрава, сейчас выходим на Минэк и на правительственную комиссию. Следом глава региона сообщил коллегам о проведении переговоров и подписании соглашения с компанией «Мегафон». Речь идёт о проекте Arctic Connect, в ходе которого оператор проложит по дну моря вдоль Северного морского пути оптоволоконный кабель. Он пройдёт и вдоль арктического побережения Ненецкого округа и позволит подключиться к наземной оптической линии связи, а также создать альтернативу спутниковым сетям. Предметом наших договорённостей было проектирование возможных отводов к нашим населённым пунктам. Особенно это касается тех населённых пунктов, которые традиционно очень плохой интернет. Речь идёт о Бамдерме, прежде всего о Востоке. Компания готова сейчас спроектировать эти отводы и дальше будем уже совместно отрабатывать этот вопрос. Обсудили и текущую эпидемиологическую обстановку в регионе. Так Елена Левина доложила о заболеваемости коронавирусной инфекцией и о ходе вакцинации. Вакцинация у нас продолжается. На сегодняшний день у нас привито 3748 человек. Полностью закончили вакцинацию 2400 человек. Если смотреть по обязательным контингентам, это составляет порядка 12%. Вакцину мы получили, она уже распределена, в том числе и в населённые пункты. Сегодня вакцина улетела в Амдерму. 31 марта улетает 70 доз в Усть-Кару. В свою очередь вице-губернатор Наталья Сидорова озвучила статистику по заболеваемости в учебных заведениях Заполярья. Ситуация стабильная достаточно. Школы работают, СПО, учреждения доп. образования работают. Что касается садов, то в Красном у нас закрыта одна группа на карантин, а детский сад ВИСКО закрыт полностью на карантин в связи с ОРВИ, превышением порога. Особое внимание в ходе оперативного совещания губернатор уделил вопросу обеспечения качественной водой жителей деревни Лабожская. Ситуация, я так понимаю, она не новая. Это связано с ёмкостью, в которой накапливается эта вода. Там были попытки её чистить, каким-то образом привести в порядок, но я так понимаю, на качестве воды это не поменялось. Какие могут быть решения, тем более, что очевидно, что придётся менять в итоге эту ёмкость? Мы собирались поставить их в СССР и понимаем, что жалобы граждан остаются, приняли решение, что мы ёмкостью. Надежда Леонидовна, но они объективные, прямо скажем. Жители жалуются, объективно жалуются. Объективные жалобы, потому что те мероприятия, которые СССР проводил, нужного результата не дали. Всё равно, как бы, пробы, они будут всё-таки отрицательные, положительные результаты мы не добились. Поэтому уже приняли решение по замене ёмкостью. Это очень правильно. Также в ходе оперативного совещания глава региона поручил начать работу по подготовке к празднованию 9 мая. В ближайшее время будет сформирован организационный комитет по проведению Дня Победы. Алина Ваучейская, Алексей Орлов, Телеканал Север. Ещё у трёх жителей Заполярья диагностировали коронавирусную инфекцию. COVID-19 подтверждён у жителей Наринмара, посёлков Искатели и Красное. На сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19 находится 17 пациентов. Из них в стационаре получают лечение 6 человек. Находятся на амбулаторном лечении 11. Напомню, в Ненецкой окружной больнице изменился график приёма звонков на телефон горячей линии по COVID-19. В будние дни с 8 до 16 часов работает горячая линия Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Телефон 8-818-53-2-31-68. С 16 до 19 часов в будние дни горячая линия справочной взрослой поликлиники. Телефон 8-818-53-4-28-69. Также позвонить на горячую линию можно по короткому номеру 122. Развлекательным учреждениям и заведениям общепита разрешили работать до полуночи. Соответствующее решение было принято в ходе оперативного штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции. Как отметил губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный, в его адрес поступало большое количество обращений от общепита, кафе, ресторанов с просьбой увеличить время работы. Наталья Вячеславовна, хотелось бы узнать вашу позицию. До какого времени можем разрешить работать кафе, рестораном? Считаю, что мы вполне могли бы сегодня увеличить время работы, не ограничивать 11 до 23 часами. Ну да, мы обсуждали этот вопрос. До 24 до 12 часов ночи мы можем увеличить режим работы. Хорошо, и хотелось бы тогда сразу поднять вопрос о увеличении режима работы кинотеатра. Если мы разрешаем работать кафе и ресторанам до 12, было бы абсолютно логично и кинотеатру тоже разрешить работать до 12 часов. Тем более, что все требования необходимые по противодействию там выполняются. Не будет возражений, если кинотеатр тоже будет работать до 12. Также на заседании штаба озвучили разрешение на проведение уличного праздника, посвященного 15-летию Заполярного района, Дню поселка Искателей и Дню геолога. Оно состоится 4 апреля в 13 часов на главной площади поселка. Зимник до Усинска и Тельвиски закрыты для всех видов транспорта. Это связано с плюсовой температурой воздуха. Зимник Наринмар-Усинск сегодня, 30 марта, закрыт для всех видов транспорта в связи с плюсовой температурой воздуха. Об этом сообщает телеграм-канал «Дороги из зимних и нау». Ледовая дорога Наринмар-Тельвиска также закрыта для всех видов транспорта до 17 часов 31 марта. Уточнить информацию по работе временных автотрасс можно по телефону диспетчерской службы централизованного стройзаказчика. Телефон 2-30-76. Жители Наринмара могут принять участие в публичных слушаниях по исполнению бюджета за 2020 год. Об этом информирует пресс-служба мэрии. Слушания пройдут 15 апреля в 16 часов в актовом зале городской администрации. Желающим выступить необходимо не позднее 12 апреля подать заявление об участии. Документ следует направить на электронную почту мэрии или через интернет-приемную на официальном сайте или лично предоставить в кабинет номер 5 по адресу город Наринмар, улица Ленина, дом 12. С проектом решений об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Наринмар за 2020 год можно ознакомиться на официальном сайте городской администрации. 1 апреля в Ненинском округе стартует конкурс «Лучший народный дружинник». Он организован Советом муниципальных образований Ненинского округа с целью развития и пропаганды добровольного участия жителей России в охране общественного порядка. Наталья Дуркина расскажет о том, что объединяет дружинников и почему они идут в добровольцы. Андрей Сопочкин состоит в добровольной народной дружине с 2014 года. Еще тогда командир приметил в нем инициативного человека и позвал в дружину. Андрей признается, с людьми быстро находит общий язык, они его слышат. В основном это люди нетрезвые, но с ними можно поговорить, так как сотрудника в форме они иногда побаиваются, а гражданки все-таки человеку могут подойти и поговорить, спокойно увидеть. Молодежь у нас спокойная, с ними тоже поговоришь, без всяких проблем, обсудить что-то можно, они тоже иногда поговорить и все, без всяких проблем. Таких вроде не было с ними, что все нормально, молодежь у нас более адекватная. Помощь людям. Такую цель видела перед собой Елена Филиппова. За 7 лет работы на счету у девушки более 500 рейдов. Кроме того, пополнение рядов народной дружины, борьба с нарушителями. Я услышала, что есть добровольная дружина, которая помогает людям. И я очень хотела кому-то помочь, кому-то что-то сделать доброе, чтобы люди оценили то, что я делаю. Так что пришла, и я не жалею, что я пришла, и столько лет я нахожусь в народной дружине и продолжу также свою деятельность. Добровольцы активно помогают полиции обеспечивать охрану общественного порядка во время проведения праздничных, спортивных и культурно-массовых мероприятий. Участвуют в рейдах по выявлению фактов незаконного оборота алкогольной продукции. Проводят профилактические беседы с населением. Добровольные народные дружины вносят значительный вклад в борьбу с преступностью. За 2020 год сотрудниками народной дружины совместно с сотрудниками ОМВД было осуществлено 730 дежурств, при которых выявлено 118 административных правонарушений, проведено проверено 50 граждан, находящихся под административным надзором, а также проведено 281 профилактическая беседа с гражданами. На сегодняшний день народные дружинники оказывают значительную помощь в охране общественного порядка. Добавлю, в Ненецком округе 10 народных дружин с численным составом 74 человека. Наталья Дуркина, Леонид Шишилов, Телеканал Север. В Заполярье пришла весна, природа просыпается. От зимнего сна очнулся и медведь Михаил, любимец жителей Наринмара из Ненецкого заповедника, готовится ко встрече с гостями. Одну из первых к косолапому наведалась и наша съемочная группа. Елизавета Кабанова продолжит. Лениво потягиваясь, медведь Михаил неохотно выходит на прогулку. Косолапый проснулся в середине марта, но все еще восстанавливает режим бодрствования. Все-таки возраст. По меркам животного мира, медведь достаточно взрослый. Ему 28 лет. В заповеднике любимец Наринмарцев живет с 2012 года. Здесь для него созданы необходимые условия. Миша особенного ухода, такого прям как за щенками, какими-то малышами, не требует. В общем-то, живет себе здесь дикий зверь. И за ним убирают, и его кормят. И, собственно, если видят какие-то недомогания, мы вызываем ветеринаров, чтобы они его осмотрели и, собственно, сделали какие-то назначения, выписали. И, в общем-то, мы иногда ему помогаем. Питание Михаила довольно сбалансированное. После спячки ему необходимы витамины и белковая пища, чтобы восстановить метаболизм. Сейчас заповедник берет еду для медведя из пустозерского дома-интерната. Мише меню пришлось по вкусу. Также различные магазины привозят для Косолапого овощи и фрукты. Несмотря на то, что медведя холят и лелеют, он все же дикий зверь. Поэтому играют с ним, не нарушая его личные границы. Человек, который за ним ухаживает непосредственно, Дмитрий, он даже с ним порой играет. Тут как-то вот лопаты. Он такая, ну, по-доброму, по-доброму все. Вот, он его веселит, тут гоняет вокруг клетки, сам бегает, Мишка за ним тут бегает. Ну, в общем, пытается тоже какие-то физкультурные занятия ему устроить, чтобы он тут совсем-то уж не засиживался. Жители округа могут встретиться с Михаилом на всеми любимом празднике Мишкины потягушки. Перед этим событием сотрудники заповедника запустили викторину в своих социальных сетях. Вконтакте мы различные, предлагаем подписчикам различные конкурсы викторины, касаемые заповедника и медведя. Вот, и достаточно интересные, веселые. Вот, и уже в праздник, 3 апреля, когда будем проводить праздник, мы наградим участников, тех, кто был особенно активным и кто ответил правильно на все вопросы. Сотрудники заповедника к празднику готовят различные конкурсы и акции. Например, каждый год гостей Михаила угощают чаем. В этот раз организаторы предлагают прийти на праздник со своими кружками, чтобы отказаться от пластика, который наносит вред окружающей среде. Про остальные активности можно будет узнать из социальных сетей заповедника. Миша уже готовится принять гостей. Он любит овощи, поэтому, если вы хотите его порадовать, вы можете принести с собой морковку. От сгущенки сотрудники просят воздержаться. Михаил чувствует себя нехорошо после этого десерта. Но если вы хотите порадовать его сладким, вы можете принести с собой печеньки. Они станут отличной альтернативой. Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Телеканал Север. Самый юный в Ненецком округе спортивный клуб «Олимпиец» поселка Харута в этом году будет отмечать свой первый день рождения. Наш следующий материал об идейном вдохновителе и учителе с большим сердцем Дмитрия Казакове. Дмитрий Казаков со спортом на «ты». Больше 35 лет мужчина преподает физическую культуру в Харутинской школе. Обучает детей азам спортивных игр. Большой упор делает на ненецкие национальные виды. Вот и как раз национальные виды спорта ненецкие я занимаюсь уже вот с 86-го, с 85-го года. Вот как приехал сюда и занимаюсь северным многоборием. Что туда входит? Это вот прыжки через нарты, метание тензия на хорей, это тройной национальный прыжок, это метание топорика на дальность и бег с палкой. Вот эти пять видов мы культивируем, участвуем. Много ребят, я приехал сюда уже здесь, они уже культивировались предыдущим учителем физкультуры. Поэтому как бы я перенял их опыт. И много ребят, которые у меня выполнили мастера спорта. 12 мастеров спорта за это время уже выполнено, много кандидатов. Спортсмены из Харуты выезжают на соревнования не только в столицу Неницкого округа. На счету сельских ребят – чемпионаты России. Начиная уже с младших классов, дети оттачивают свое мастерство. Ну, у нас, Сергей Сергеевич, это вообще самый любимый учитель. Всегда на физкультуру мы идем с радостью, бежим. И мы все очень любим и уважаем. Хороший человек, отзывчивый, всегда поможет, когда надо. Позитивный, всегда поможет. Наград и кубков в арсенале команды настолько много, что они не помещаются в школьном уголке славы. Вот это наш последний кубок. Участвовали мы в волейбол в школу в 2019 году. И вот победители обминального этапа в волейболу среди команд и прозвольтых организаций в рамках проекта «Волейбол в школу» среди юношей в возрастной группе 2001-2003 год. Это мальчишки, да. Мы два года подряд до этого были третьими, вторыми, шли по возрастающей и вот добились победы. Чтобы достигать спортивных высот, ребята тренируются по несколько часов в день. Баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис и многое другое. Все это кружки и секции, которые проходят в стенах школы. Впрочем, в планах перенести часть занятий в спортивный городок. Впереди мы планируем строительство спортивной площадки хорошей, такого типа баскетбольное, волейбольное поле. Огороженное, все. Вот у нас не получилось в этом году, потому что там с финансами. Так вот, по плану у нас стоит оно. На этом планы не заканчиваются. Ремонт школы, оборудование, лыжные трассы. Все для поднятия спортивного духа. Все хорошо, но вот если с площадкой помогут спортивно, будет вообще здорово. Уличные, если сделаем лыжную трассу освещенную, будет еще. Кстати, она у нас была лет 20 назад, была освещенная раньше, хорошая. То есть в зимних условиях, когда очень темно осенью, да, спокойно любой мог подойти, включить рубильник и кататься, отдыхать час-два на лыжне. Поэтому вот такие у нас мысли-то есть. Капитальный ремонт школы планируется, и спортзала тоже немножко мы хотим расширить, сделать второй этаж вот здесь. Поэтому так планы есть, но как будет дальше, жизнь покажется. Сейчас ребята готовятся к всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт. Альтернатива пагубным привычкам». Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», поселок Харута. Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...